В эфире новости дня в студии Наталья Мороз. Здравствуйте! Корреспондент ОРТ готовы рассказать о событиях этого четверга. Вот некоторые темы выпуска. Дело экс-министра образования в Ленинском суде проходит первое заседание. Холод и текущая крыша в Солилецке сироты более двух лет отстаивают право жить в нормальных условиях. Первые экскурсии в парке салют победа, когда оренбуржцы увидят экспонаты после реконструкции. На чем придется экономить, эксперты анализируют рост цен на популярные продукты. И лают, и кусают. Бездомных собак в городах области все больше. Кто возьмется за решение проблемы? Физкультура для культуры. В областном центре открылся спортивный комплекс для студентов творческих вузов. Рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра образования началось сегодня. Первое слушание проходит в Ленинском суде Оренбурга. На заседании Вячеслав Лабузов явился в сопровождении своего адвоката в боевом настроении. Так он сам сказал журналистам. Экс-чиновник обвиняет сразу по нескольким статьям. Превышение должностных полномочий, получение взятки в крупном размере, легализация имущества. Дело расследовал региональный УФСБ. По версии следствия, Лабузов 2010-2018 годы добивался заключения контрактов на ремонт образовательных учреждений с якобы подконтрольными ему строительными фирмами. Таким способом бывший министр обеспечил заключение более 125 договоров. Значительная их часть, на сумму около 1,5 млрд рублей, была подписана с подрядчиками без проведения конкурсных процедур. Также в указанный период, по версии следствия, Лабузов получал взятки имуществом и услугами. Подробнее о том, как проходит слушание в наших следующих выпусках. А пока другим темам. Дом, в котором нельзя жить. Так о своих квартирах говорят жители Солилецка. Они получили их по решению суда, как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Но так и не смогли в них заселиться. Причина – всему холод, постоянный шум и протечки. В проблемном доме побывали мои коллеги Ольга Энгельс и Константин Воробьев. Все подробности далее. Ольга Скрипникова рассказывает о жилье своего внука. В квартире тянет холодом, от стен без обогревателя не обходятся даже в теплые дни. Газовый котел работает почти на полную мощность. От батареи тепло. Но и они не справляются, рассказывает женщина. С бомконов дует. Как снег, даже в зал снег надувает. Крыша протекает. Вот недавно чуть-чуть даже снег и дождик, и то в квартире у нас проливо. Дом сдан в декабре 2018 года, но за это время он пережил уже несколько ремонтов. В первую зиму перемерзла система отопления. Оказалось, что там должна постоянно гореть лампочка Ильича и согревать общедымовую трубу. В прошлом году утепляли фасад. С этого года сюда заехал. А 9-2 года я не жил. Я просто приходил сюда, присматривался к квартире. Как условия? Условия? Ну, ничего так-то пойдет. Более-менее нам в прошлом году его обшили, утеплили снаружи. Полностью трехэтажка. Но сейчас, не сказать, как те два года холодные были, а сейчас потеплеем. Плохо заделана и крыша дома. Здесь повсюду щели и гуляет ветер. А это видео люди сняли в непогоду. Даже несильные порывы вводят в трубах. Гудят в системе вентиляции, стучат по крыше. В такую погоду дом превращается в громыхающий оркестр. О том, что дом в таком состоянии, в Солилецке знают все структуры. Полгода назад здесь побывали сотрудники районной прокуратуры и следственного комитета. Пока все без изменений. Городская администрация продолжает принимать жалобы и обращения. Поступили обращения граждан о том, что есть какие-то недостатки в качестве предоставленных квартир. То есть все замечания, которые мы получали, мы направили застройщику. Это о профтехнологии. Замечания устранялись. Но замечания поступали не единожды. Проблемный дом не берет на обслуживание ни одна управляющая компания. Жильцы верхних этажей устали бороться с постоянными протечками. На первом ледяные полы, рассказывают люди. Из 12 квартир здесь заселены только три. И только потому, что людям больше некуда идти. Почему трехэтажку приняли в таком состоянии, когда у людей появятся нормальные условия для жизни и кто понесет за всю ответственность? Официальный запрос мы отправили в региональный следственный комитет. Напомню, до конца 2023 года дом находится на гарантии. Ольга Ингельс, Константин Воробьев, Новости дня. Первый этап инновации завершен. В Оренбурге продолжается реконструкция выставочного комплекса «Салют Победа». Что уже готово, сегодня показали журналистам. Основные изменения касаются входной группы. Старое плиточное покрытие заменено на гранитное. Из этого же материала выполнены скамейки и мусорные урны. В начале центральной аллеи создана новая экспозиционная площадка. Она получила название «Станция Оренбург. Возвращение победителей домой». Часть экспонатов завезут в ближайшее время. Для них готовы стеллажи и витрины. Также по проекту воссоздан перрон вокзала. На железнодорожных путях установлен воинский состав из паровоза и кинобагона. Правда, о полноценном открытии говорить пока рано. По словам сотрудников комплекса, на данный момент обновление завершено лишь на малой его части. К 9 мая мы работы не окончим, потому что их еще достаточно много. Здесь еще целый комплекс работ, связанных с музейной спецификой, с навигацией, с освещением. Это все разделено на несколько этапов. И в зависимости от наличия средств мы эти этапы, собственно говоря, проходим. По данным Министерства культуры, на сегодня отреставрирована 21 единица техники. Это самолеты, танки и военные автомобили. Второй этап реновации должен завершиться до 2022 года. По плану предусмотрен текущий ремонт всех экспозиций. Уже сегодня на экскурсию по парку может попасть любой желающий. Но в связи с пандемией это можно сделать только по предварительной записи. И перейдем к обновленным данным по коронавирусу в Оренбуржье. За минувшие сутки, по официальной информации Федерального оперативного штаба, в регионе скончались 6 человек. С начала пандемии от COVID-19 умерли уже 498 жителей области. Общее число заразившихся превысило 34 709. За последние 24 часа тесты подтвердили вирус у 154 человек. Справились с недугом 30 905 оренбуржцев. Сейчас прервемся. И вот о чем расскажем далее в программе. На чем придется экономить? Эксперты анализируют рост цен на популярные продукты. И лают, и кусают. Бездомных собак в городах области все больше. Кто возьмется за решение проблемы? Физкультура для культуры. В областном центре открылся спортивный комплекс для студентов творческих вузов. А сейчас к новостям экономики. Цены на овощи продолжают расти, а стоимость муки впервые перестала увеличиваться за последние три месяца. Такие данные приводит Росстат. Темпы роста цен на продукты в феврале достигнут показателя 5,5%. Это примерно на том же уровне, что и в конце 2020-го. Заметнее всего подорожали огурцы почти на 7%. Увеличение продолжится, прогнозируют аналитики. Картофель прибавил в цене 1,5%. Свежая белокочанная капуста почти столько же, 1,3%. Слегка замедлился рост цен на помидоры. В целом стоимость плода овощной продукции с 26 января выросла в среднем на 1,6%. Недели ранее рост составил 1,4%. Такие показатели специалисты связывают с сезонностью продукции. А вот мука, подсолнечное масло и яйцо, наоборот, перестали набирать цену или вовсе дешевеют. Снизилась стоимость сахара примерно на 1%. Немного потеряли рис и пшено. А теперь к ситуации на валютном рынке. Курс доллара и евро, по данным Центробанка России, вы сейчас видите на своем экране. Бездомные собаки не дают прохода ни взрослым, ни детям. На горячую линию ОРТ ежедневно поступают звонки из разных районов области. Люди жалуются на бездомных животных. Причем все чаще большие стаи встречаются в городах и крупных населенных пунктах. Кто и как в этом году будет регулировать численность уличных собак, выяснил Вячеслав Кампе. Это видео снято в Орске. На кадрах стая собак. Более двух десятков особей. Животные спокойно разгуливают по городу. Причем нередко четвероногие проявляют прямую агрессию по отношению к людям. С детьми надо идти по этой дороге в школу и в садик. Мы не можем пройти. Не менее остро ситуация обстоит и в остальных муниципалитетах области. Лариса Черемушкина живет в Оренбурге. По словам женщины, в округе появилась стая бездомных животных. И буквально на днях 12 агрессивных собак напали на нее и ее несовершеннолетнюю дочь. На меня кинулись, вон там между домами зажали. Я даже не помню, как я оказалась уже в магазине Добром с каким-то дрыном в руках. То есть я от них как-то отбилась. Приезжала милиция. Потом в субботу я ходила, дочь провожала. Опять на нас кинулись собаки. Ну это же не нормально. Опять приезжала милиция. Все в один голос говорят, что мы ничего не можем сделать, у нас нет закона. Агрессию среди бездомных собак оренбуржцы замечают все чаще. Причем жертвами нападений становятся не только люди, но и другие животные. Биологи говорят, что главная причина такого поведения – защита своего ареала обитания. Уличные собаки имеют мощный иммунитет и высокий коэффициент выживаемости потомства. Поэтому часть специалистов уверены, что решить проблему растущей численности отловом и стерилизацией не получится. Да, кобели, стерилизованные или кастрированные кобели, действительно, они становятся менее агрессивными. То есть мы о чем говорим? Об агрессии. Прежде всего, об агрессивном. Что нельзя сказать о суках? Существует исследование, и личным опытом подтверждено, что стерилизованные суки становятся даже более агрессивными, нежели чем до стерилизации. Вместе с тем в стране второй год действует новый закон об ответственном отношении к животным. Он запрещает отстрел четвероногих. Взамен предлагается целая схема. Бездомную собаку необходимо отловить, поместить в приют, вакцинировать, стерилизовать, чипировать, а потом выпустить в естественную среду обитания. То есть обратно на улицу. Эксперты говорят, что это не только дорого, но и сложно реализуемо. Пример – город Орск. Там желающих заниматься отловом не могут найти больше года. В 2020 году было объявлено 9 аукционов, которые не состоялись, поскольку никто из подрядных организаций не заявились. 1 миллион 509 тысяч выделено на этот год. Аукцион объявляли, аукцион не состоялся. Проблема связана с чем? С тем, что приюта нет в городе Орске. По приблизительным подсчетам, на сегодня в области обитает более 20 тысяч бездомных животных. И их численность постоянно растет. На отлов и стерилизацию в этом году, как и годом ранее, профильным министерствам выделено 15,5 миллионов рублей. Лидеры по финансированию – Оренбург и Орск. 2,2 и 1,5 миллиона соответственно. Правда, как эти деньги получится освоить, и кто будет этим заниматься, непонятно. Ведь в прошлом году в ряде муниципалитетов к этой работе так и не приступили. Вячеслав Камп и Георгий Бурлуцкий, Константин Воробьев. Новости дня. Далее новости спорта. В Оренбурге открылся универсальный физкультурно-спортивный комплекс для творческих образовательных организаций области. А я передаю слово моему коллеге Анатолию Юденчу. Спасибо, Наталья. Отрадно, что в нынешние непростые времена такие сооружения строятся и запускаются. Новый комплекс современный, просторный, но вместе с тем компактный и с художественной отделкой внутри. Вместо привычного разрезания ленточки губернатор Оренбуржье бьет в гонг. Преподаватели, студенты сферы культуры и искусства нашего региона впервые получают свой спорткомплекс. Здесь будут проходить физкультурные занятия сразу для трех образовательных учреждений области. Института искусств имени Ростроповича, колледжа культуры и, наконец, художественного колледжа, на базе которого и возведен спортивный центр. Полтора года назад губернатор Денис Паслер пообещал построить такой объект. И вот решение притворено в жизнь. Я искренне надеюсь, что, конечно, это станет таким спортивным домом для всей нашей молодой культурной среды и ребят, которые обучаются. Они поучились хорошо, потренировались, пошли домой помогать родителям и учить уроки. Это то, что нужно для того, чтобы быть востребованы с одной стороны, с другой стороны, чтобы иметь все возможности для самореализации. Мне кажется, здесь они появились, и я очень рад за ребят и за нас, за всех. Комплекс включает в себя стадион и два зала. В первом установлены кардио и силовые тренажеры, а также оборудование для атлетической гимнастики. Второй зал универсальный, предназначен как для занятий в урочное время, так и для проведения соревнований по баскетболу, волейболу, настольному теннису. Уложено современное паркетное покрытие. В наличии все помещения инфраструктуры. Стены и интерьер оформлены орнаментом в авангардном стиле. Есть и стадион с беговой дорожкой, искусственным покрытием и различными секторами. Расписание занятий на этот год уже сверстано и заполнено. Простоев не будет. В Казани прошел чемпионат округа по настольному теннису. Соревнования собрали около 200 спортсменов из 11 территорий региона. Оренбуржье представляли ведущие игроки центра настольного тенниса. В командном турнире мужская сборная в составе Ивонина, Березина, Регентова и Алчимбаева заняла второе место, уступив первенство хозяевам, татарстанским игрокам. Женщины стали третьими. В личном разряде Ивонин взял серебро, Березин – бронзу. Также оренбургские теннисисты стали призерами в парных соревнованиях и миксте. Причем Ивонин в паре с Нижегородцем Черновым завоевали золотые медали. Наталья? Спасибо, Анатолий. О спорте все и даже больше. В каждом выпуске новостей не пропустите. И в завершении о погоде. По весеннему теплая, она бьет все рекорды. Эта зима войдет в историю наблюдений, как одна из самых теплых. Завтра, в пятницу, в Оренбурге вновь ожидается плюсовая температура. По области будет облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега или дождя. Большинство районов – густой туман. В течение всего дня меняться будет только плотность. Температура воздуха ночью опустится до минус 7 градусов. Днем возможно повышение до плюс 2. Ветер слабый, южного направления, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление низкое – 745 миллиметров ртутного столба. В областном центре преимущественно пасмурно. Солнце выглянет сквозь облака лишь в середине дня на несколько часов, без осадков. Плотный туман не покинет Оренбург. В утренние часы, вероятно, образование гололеда. Ветер слабый, температура воздуха в ночные часы до минус 5, днем около нуля. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и продолжит падать. На этом все. Напоминаю, эту и другие программы вы всегда можете найти на нашем официальном сайте media56.ru. А также присоединяйтесь к группам в социальных сетях. Всего доброго и хорошего вам вечера. Субтитры создавал DimaTorzok